Книга «Открытым оком», том 3, вопрос 1181, тема «Работа». «Можно ли работать в налоговой инспекции?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Подобные вопросы возникали в первые века, когда церковь стала придатком государства, и уже тогда некоторые хотели, после уверования, вернуться к прежней воинской службе, перейдя туда даже из монашеского состояния. Церковь определила это как возврат пса на блевотину и стала накладывать на них строгие епитемии, совершенно запрещая подобные действия. Точно так же и здесь нам известен случай обращения из налоговой полиции одного чиновника, ставшего апостолом. Марка 2,14. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, «Следуй за мною!» И он, встав, последовал за ним. «Следуй за мной!» – это выход из стана врага к обществу друзей Божиих. Теперь, чтобы ему вернуться в прежнее состояние, из Матфея стать Левием, ему нужно услышать другой внутренний голос. «Следуй за мной!» И этот голос принадлежит тому, кому Левий принадлежал раньше. 2 Петра 2,20-22. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего, Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им и не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случаются поверные пословицы. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Сборщики налогов не пользуются любовью народа и могут лишиться жизни при исполнении служебных обязанностей». 3 Царств 12,18. «И послал царь Ровоам Адани Рама, начальника над податью, но все израильтяне забросали его каменьями, и он умер. Царь же Ровоам поспешно взошел на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. Кроме того, сегодня на предпринимателей накладываются сверхграбительские налоги, и ты должен будешь участвовать в удушении этих людей, не отказывающихся платить нормальные налоги». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова